Ты даже не знаешь Быть женой известной личности непросто. Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова уверена, чтобы вынести гнет известности любимого, женщина должна быть мужественной. Иначе ее жизнь может превратиться в кошмар. Потому что через себя нельзя пропускать зависть. Страшно. Певица Юлия Проскурякова стала третьей женой мэтра современной эстрады Игоря Николаева. Когда композитор сделал в своей музе предложение, на Проскурякову тут же обрушился поток злости и негодования. Многие люди считали, что это просто по каким-то причинам. Или потому что я беременна, или потому что у нас какой-то контракт. Обязательства возникшие обязательно в принудительном порядке он женился. Проскурякова считали недостойной композитора. Многие говорили, что их брак не продержится и года. Просто так. Видимо, жениться невозможно. Такая я страшная, такая плохая, что на мне просто жениться невозможно. Поначалу Юлия хотелось доказать всему миру, что главное в их союзе с Игорем – это искренние чувства. Люди не верят или отказываются верить в любовь. Но ведь на самом деле в стране люди встречаются, они же тоже встречаются как-то, да? Они влюбляются, женятся. И это происходит просто потому, что им этого захотелось. И мы на самом деле простые люди. В жизни мы, у нас все тоже так же, как и у людей. Мы встретились, мы полюбили друг друга, влюбились. Отношения развивались пять лет. Этого достаточно для того, чтобы сделать шаг. Когда Юля вышла замуж за Николаева, она поняла – нельзя принимать мнение каждого близко к сердцу. Зависть бывает разная. Бывает, некоторые желают и нездоровья, и, знаете, там… Но я считаю, что, не знаю, я отношусь, стараюсь относиться, пропускать это мимо себя. Правда, назойливость некоторых поклонниц иногда выбивала из колеи. От изобретательности виртуальных соперниц Юля была в растерянности. Есть поклонница невменяемая девушка, которая присылает Игорю, присылала Игорю на телефон, ну, например, нашу фотографию. Я знаю, что это наша фотография. Сейчас век ММС-сообщений, и можно присылать на телефон ММС-сообщение. Она убирала мое лицо, ставила свое лицо, присылала вот такие вот фотографии. Потом присылала, например, грудь голую, вот просто свою грудь. Говорила, что она очень ждет, вот, когда Игорь уже сделает ее счастливой. Неприятный осадок от таких писем исчез благодаря Николаю. За много лет он уже привык к обратной стороне известности. Он мужчина, вот, в самом, знаете, хорошем смысле этого слова. Игорь и Юля проводят вместе почти все время. Молодая супруга сопровождает мужа на гастроли, находится рядом в студии во время записи альбомов, заботится о нем дома. Но Николаеву, как любому творческому человеку, нужно личное пространство. Человек же не может сказать, я сейчас сочинять буду, да? То есть после этих слов сразу же все прекращается, вдохновение уходит. Поэтому он иногда уезжает в загородный дом, может там побыть днем, да, вечером я к нему приезжаю. Ну, то есть, если мы чувствуем оба, что нам нужно побыть, как бы уделить внимание себе, мы это делаем. Расходимся или в разные комнаты, или, например, я ухожу в спортзал, я там два-три часа побуду и уже скучаю. Но в жизни с человеком искусство есть и свои плюсы. Потому что такой мужчина старается превратить в это искусство все, даже он улыбнет. Вы знаете, он постоянно пытается как-то меня удивить, делает подарки, очень внимательный. Наблюдает за мной, что мне нравится, что-то покупает, что мне нравится. Самым дорогим подарком мужа для Юлии стали не украшения или роскошные букеты. А то, что Игорь ввел ее в тот круг людей, о знакомстве с которыми многие только мечтали. У меня все прекрасно. Я дружу с Аллой Борисовной Пугачевой, общаюсь с Игорем Яковлевичем крутым. Я живу с Игорем Николаевым, поэтому мне все хорошо. Юлия признается, она даже не ожидала, что в семейной жизни Игорь окажется таким неприхотливым и простым человеком. Знаете, мне приятно, даже когда он посуду помоет, если я его попрошу. Для меня это вообще большой поступок. Я считаю, что мужчина, особенно такой, как Игорь, что он может так просто взять, его попросила жена, и он это сделал, по-моему, это прекрасно. Я вообще в мужчинах уважаю вот эту возможность откликнуться на такую просьбу и не посчитать ее унизительной. Сейчас больше всего Юля мечтает подарить мужу ребенка. Она уверена, отцовством она еще больше осчастливит любимого. Очень нам хочется этого. Единственное, знаете, мне, признаюсь вам честно, не хочется, может, это даже откровенно звучит, мне не хочется вот что-то просчитывать, знаете, вот, например, там, просчитывать дни, когда это лучше сделать, или мне бы хотелось, чтобы это случилось, вот, ну, как бы, чтобы Бог нам это послал. Юля Проскурякова не боится довериться и полностью открыться своему мужу. Девушка знает, она рядом с умным, добрым и порядочным человеком, быть с которым большое счастье. Он хороший мужчина. Он, я вам еще раз говорю, что он очень уступчивый. Может быть покладистым и совсем не покладистым. Тогда, когда это нужно, включать мужчину действительно решительного и надежного. Может включать ребенка, когда видит, что мне это, например, подыгрывает мне во многих ситуациях. И я все это вижу, замечаю, мне тоже это приятно. Это приятно. Поэтому он муж, он муж действительно идеальный.